День добрый дорогие друзья! У нас сегодня в гостях управляющий Александр Баулин. Предыдущее интервью называлось с него «Ждем окончания отскока». А теперь мы чего-то ждем. Мы Россия, мы всего время чего-то ждем. Добрый день, Андрей. Ну, окончания отскока мы дождались, он оказался даже меньше, чем хотелось бы. Закончился на 2,750 по ММВБ, оптимально было бы 2,800. Ну, а сейчас мы уже ничего не ждем, по большому счету. События, которые в последнее время произошли и вызвали волну коррекции на всех мировых рынках, мы здесь еще на самом деле корректировались-то меньше других. Они, наверное, будут влиять достаточно продолжительное время на все площадки, поэтому ждать какого-то хорошего, так сказать, роста, развития, перспективы месяца-двух, думаю, что не стоит. Поэтому текущий, опять же, отскок, как в прошлый раз, можно использовать для продаж. Может быть, он продлится два дня, может быть, три дня. По ММВБ, я думаю, 2,700 мы увидим. Вот, какие бумаги будут лучше, какие хуже, опять же сказать достаточно сложно. Могу повторить только свое, так сказать, предыдущее мнение, что нефтянка, с моей точки зрения, это не лучший инструмент для инвестирования в текущей ситуации. Вот. Скорее всего, Сбербанк отскочит. Это наша, так сказать, вечная ценность, как я уже говорил. К сожалению, он оказался жертвой, так сказать, вот этой коррекции наибольшей, да. Хотя облигации и ОФЗ, и суверенные евробанды практически не подстрадали от введенных санкций. Вот. Так что ждем небольшого роста, а на протяжении месяца-двух рынок будет стагнировать, поэтому нужно воспользоваться моментом для фиксации позиций и ухода в какие-то активы с фиксированной доходностью. Скорее всего, даже рублевые, потому что рост курса доллара, в принципе, он уже произошел, с моей точки зрения. Дальнейший потенциал ослабления рубля в текущей ситуации небольшой. Вот. Поэтому рублевые активы на горизонте месяц-два с фиксированной доходностью будут в приоритете. Как-то так. Я правильно понял, что ты отыгрываешь отскок дохлой кошки через Сбербанк? Дохлой кошки, ну, наверное, можно так сказать. Да, через Сбербанк пытаюсь отыграть. Завтра у Сбербанка выйдет отчетность по ФСБУ за предыдущий месяц. Думаю, вот эти ценовые разрывы, которые там равен 230 рублей по обычке, 200 по префу, скорее всего, будут отыграны. Но потенциала большого роста я не вижу. Думаю, вот эти 2-3 процента, которые сейчас можно заработать на Сбербанке, это максимум того, что мы можем поиметь. Вот как-то так. А отыгрывать движение вниз дальнейшее на чем? На Газпроме? Ни на чем. Движение вниз отыгрывать, выйдя из всех, без шарта, выйдя с большей частью из активов и находясь в инструментах с фиксированной рублевой доходностью. Думаю, что вот так. Ожидать удобных моментов, потому что предположение наше, что рынок будет снижаться и стагнировать, это всего лишь наше предположение. Рынок, он живет своей жизнью, и они могут как бы не сбыться, поэтому шортить какие-то бумаги я бы сейчас не рекомендовал. Тем более тем более российского рынка, который глобально недооценен там по П на Е, по дивидендной доходности. Поэтому потенциал снижения присутствует, но насколько он будет глубокий, сказать никто не может, я тоже не могу. Поэтому без шарта в рублевой доходности, а то, что цены по инструментам на горизонте там месяца два-три по акциям, я имею ввиду, будут ниже, чем сейчас и дадут возможности купить, ну, практически сомнений нет. Единственное, что уже я говорил, повторю, это, наверное, акции московской биржи, которые защищены от дальнейшего снижения. А какие ОФСД купил управляющий Баунин? Короткий год-два с доходностью 7%. У длинных доходность 7,2%. Поведение нашего банка, в принципе, наверное, прогнозируемо, если он снизит, ну, наверное, длинный еще можно покупать. Я предпочитаю короткий, когда доходность одинаковая и сроки небольшие. Длинный ОФСД есть смысл покупать, когда мы рассчитываем на большую динамику котировок, хотя бы там 3-4% дополнительной доходности. У меня горизонты меньше, 2-3 месяца, поэтому короткие ОФСД выполняют здесь свою функцию прекрасно. Такой интимный вопрос, на который не любят управляющие отвечать. А какие у тебя доходности по портфелю? По прошлым периодам, конечно. Ну, у меня портфели разные, и доходности, соответственно, разные, разная степень риска. Поэтому отвечать не любят, я, наверное, присоединюсь и отвечать не буду. Доходности, ориентир доходности в два раза превышение доходность альтернативную, то есть депозитную и ОФСДшную. В принципе, они достигаются. Ждешь ли ты обрушения нефти? Жду снижения, наверное, нефти. Вот это вот движение, которое пошло, на 60 оно, наверное, не остановится. Вот, может пойти пониже. Обрушение вряд ли, но какое-то такое сползание, стагнирующее нефти, вполне допускаю. Не участвую в этом процессе никак. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.